привет с вами беломастера сегодня посетил фирму до иного меня очень интересовало как же и куда расходуется инвестиции народные инвестиции которые люди вкладывают в данный проект я очень хотел посмотреть пощупать те приборы то оснастку которые уже закуплены и закуплены скажем на народные инвестиционные деньги и то что я увидел меня в общем то как вам сказать ну мне очень понравилось то есть процесс идет то есть закупается не так себе какое-то там вот оборудование ну лишь бы отчитаться вот пожалуйста вам китайский тестер или вот какая-то там приблуда бла-бла-бла-ла вот которые мы купили да а также мы купили тут по сходной цене несколько там компьютеров с 13 дюймовыми мониторчиками то есть если покупается оборудование оборудование покупается претензионные точные промышленного образца так что то что я увидел ребята могу сказать что это то на чем можно потом строить большое скажем так предприятие которые вот эти вещи войдут и не на один год в оборудование завода дуянова все говорят но почему так медленно почему мы вот хотим чтоб там завтра нас завалили моторами ребят ну не бывает так вот если вы просто строили обычный дом деревянный от с нуля под ключ вы поймете что это не так все просто построить просто какой-то доме примете тут строится целое предприятие причем предприятие это строится замкнутого цикла где практически все будет делаться на этом предприятии ну впоследствии конечно сейчас работают и смежники помогают но потом это выстроится в станки в технологию которая будет работать так что ребят то вот как хочет завтра послезавтра или вот это но наверное вам лучше отойти от монитора и помониторить например эту тему через годик вот и тогда вы поймете что было сделано и как было сделано да сейчас много как бы освещается эта тема освещается тема да реально много и я в общем то подымал этот вопрос сказал ну почему бы вебинаров сделать меньше меньшее количество ну на что получил ответ ребята считают ну кто ведет этим проектом что те кто вложил деньги должны знать то происходит а те кто еще хочет но скажем так находится на грани вложить не вложить они должны знать какую-то информацию что происходит да некоторые информации повторяется дважды трижды да ребята есть такое дело но что делать если кто не верит что что-то вот этот мультипликации или мы показываем что-то не то приезжайте вот он завод зеленограде пожалуйста сегодня когда я был приезжали ребята я так понимаю мои овцы вертолетчики там решали свои вопросы по асинхронному двигателю приезжали веломастера не только в лице капитана приезжал и игорь который тоже как бы инвестировал и хотел бы лично услышать увидеть даже увидеть что происходит на данном предприятии увидеть оборудование которое уже закупилась так что если вам это интересно ради богу приезжайте вам это покажут делаю несколько видео то есть будет наверно три а может четыре видео подряд или там как-то наши материалы отснято много и я наверное туда съезжу еще ну на этой неделе то есть мне дали разрешение кстати не только мне об каждый может приехать туда в данном случае вот шоурум там будет тестовая сейчас лаборатория потому что покататься на велосипедах уже как бы не комильфо и холодно и через какое-то время и гололед будет ну как бы вот маклауд проехал и простудился вот по той причине сейчас сами поездки не будут часть кстати аппаратуры возьмет к показу веломастера то есть они будут выставлены сокольники то есть каждый может прийти посмотреть двигатели крутануть посмотреть как чего весит пощупать своими руками поговорить в сокольнике сокольническая площадь дом 4 15 павильон вот работаем с 11 до 18 часов это осенне-зимний период телефон будет с носки если что позвоните скажите я вот приеду будет ли вы работать ну а так мы работаем каждый день без выходных ирбис приехал в очень плохом состоянии и французы его раздолбали в хлам помогла еще транспортная их их не транспортная компания которая тоже в лоскуты зачем-то привязали трос и трос привязали к проводам эти провода цепили за обрешетку зачем это надо было делать непонятно наверное чтоб обрешетку не украли вместе с ирбисом или наоборот но в общем как то так я протестирую те то оборудование которое во первых я увидел который мне понравилось по батарейкам я наверно начну с этого то есть возьму ирбисовскую батарейку и посмотрю как она работает какие токи с нее снимается там пакеты и мы сделаем постараемся сделать скажем стену наглядную стену параметров может в виде графики или в виде каких-то столбцов а данных батареи то есть каждый может приехать отестить свою батарею и вывесить на эту стену характеристики этой батареи этих элементов еще было сделано ну и так далее мне кажется это будет интересно наглядно и поучительно ну и так далее то есть это люди могут понять да действительно это работает то есть притащить какую-нибудь эльтрековскую эко-байков скую батареечку там 36 вольт 9 ампер и посмотреть а реально же она держит там токи 12 ампер или нет то есть это можно ради бога вот мы сделаем переходники к этой аппаратуре на на разную нагрузку и я думаю что выведем график работоспособность и батареи каждого просим при приезде обязательно чтобы батарея ваша аккумулятора была полностью заряжена чтобы не терять время на подзарядку именно в шоу-руме вашей батареи ну вот такое у меня был довольно длинный монолог я очень хочу чтобы тот материал который мною было снят воспринимался именно как эти люди работают вот смотрите все закупается люди работают процесс идет никто не говорит так огромных скоростях как пишут да там вот американцы и миллионы вложили построили завода нет американцы миллиарды вложили которые даже у страны денег нет понимаете а тут идет именно за народные деньги работа то есть все заказывается некоторые оборудование просто делается над в той же швейцарии в том же китае то есть его нету на складе это уникальное оборудование которое делается на заказ сроки поступления от десяти до пятнадцати недель кто заказывал оборудование наверное меня поймет и знает что да оно то ну все ребят в следующих видео все тогда увидите это был как бы анонс все с вами капитан веломастера пока это был как бы анонс все с вами и и и и и